Возлюбленные братья и сестры, всех сердечно поздравляем с одним из почитаемых праздников в христианском мире, особенно в России, крещением Господь. Вот мы с вами за две недели этих святых прожили мысленно такой путь, который Господь в земной жизни провел 30 лет. Начиная от своего рождения, он, как мы знаем, родился в Ифриеме, в этой пещере, которую осветил, как предвестие нашего нечистого сердца, вошел, осветил его, и оттуда воссиял свет, свет, который ведет нас в жизнь вечную. И вот Господь должен был прийти на служение, благоставать миру о спасении, о том, что приблизилось Царство Небесное. И поэтому все 30 лет он жил, не показывая своего божества, в полном повиновении и послушании у своих родителей Пресвятой Богородицы и мнимого отца Иосифа, который был хранителем девства Пресвятой Богородицы. И мы знаем, что когда исполнилось ему 30 лет, и по древнему закону иудейскому, именно мужчина молодой, кому исполнилось 30 лет, имеет право уже на учительство. А до этого он должен жить в смирении, в послушании у более старших и опытных людей. Вот для нас еще один из таких примеров смирения, особенно для молодежи. И волю Божию молодежь, начиная от того, как он родился и живет под покровительством у родителей, получая честь родителей, и достигая только уже 30 лет, он уже сам может благословлять, имея уже своих детей. А до этого всегда должен пользоваться благодатью через родителей и благословение получать от родителей. И поэтому Господь пришел и во всем исполнив закон, как Он и сказал в своих проповедях позже, что Я пришел не отменить закон, а исполнить его. И поэтому Он со смирением пришел на Иордан, когда Иоанн Креститель крестил весь народ. Крещение, понимание того времени и переводе – это погружение. И был такой обряд и такое таинство, когда к Иоанну Крестителю приходили все от Иудеев, от Десятиградия, и вся Иорданская все страны, люди оттуда. И погружались в воду, и Он их держал до тех пор, пока они не исповедовали все грехи. И после этого погружал полностью, и уже очищались они от грехов. И так Господь вошел в струю Орданские, но Иоанну было открыто, что это не просто человек идет, что это воплотившийся Бог. Это Агнец Божий, который должен принять все грехи мир на себя. И поэтому с благоговейным страхом Он произнес эти слова. Не тебе от меня должно креститься, а я от тебя должен принять крещение. Он уже имел крещение не от воды, а от Духа и огня. Потому что говорил, что за мной идет крепче меня, которому я не достоин, нагнувшись даже, развязать сапог ног его. Но при этом Господь смиренно сказал, оставь это, ибо нам надлежит сейчас исполнить всякую правду. И Он, войдя в воды Иорданские, не Ему нужно было избавляться от грехов, а Он очистил водную стихию от всякого лукавого навета вражего. И сокрушил, как мы читаем в молитве, все змеи, главы змеев. То есть дьявольские силы и козни дьявольские, которые через воду передавались на человека. И вот обновив это водное естество, Господь осветил. И выходя из Иордана, Иоанну, открылась Троица, в которую мы сейчас верим. Мы помним, что первый раз в виде трех ангелов Троица явилась нашему прародителю Аврааму в пустыне. И новозаветная Троица явилась как раз таки в том, как Господь вышел из Иордана. И разверлись небеса, и Дух Святой в виде голубя почил на Господе нашем Иисусе Христе. А с неба был слышен глаз Отца Небесного, сей Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Его послушайте. То есть все, что Он вам скажет, исполняйте. И вот именно после этого благословения Отца Небесного, Господь вышел уже на проповедь, где первые слова были «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот, братья и сестры, мы видим, что сейчас уже прошло почти две тысячи лет, как это таинство обновления водного и сества всегда празднуется в Православной Церкви. И мы освящаем ее сейчас. И это великая тайна, это великая святыня, вторая после причастия, когда мы принимаем тело и кровь нашего Господа Иисуса Христа в конце литургии. Поэтому эту великую святыню, которую мы освящаем великим чином освящения, один раз в год она является для нас большой милостью Божией. И кто внимательно читал молитвы, которые произносил в Ектинии Дьякон, и я, который в молитве на освящение, что это величайшая святыня, которая дается нам по милосердию Божию для здравия души и тела, для того, чтобы сокрушить все поздние лукавые и всех, кто с верою и благоговением мажется ей, причащается ей, омывается ей. Она дается для исцеления и тела, и для возобновления духовных сил наших, чтобы легче нам было пройти следующий год и достичь также этого праздника. И Господь обновит вновь и вновь естество природное, всей природе через естество водное. Потому что если не было воды, не было бы и жизни. И поэтому если мы освящаем эту воду, то все естество обновляется. Даже биологи говорят, что мы на 90% состоим из воды. И вот поэтому мы, когда окунаемся даже, некоторые спорят, а нужно ли окунаться или не нужно окунаться в прорубь. Я вам скажу так, конечно, это не таинство церкви. Это не оставление грехов именно в окунании. Но это очень благочестивый обычай, который мы наследовали от наших предков. И я никогда не буду против. Главное, чтобы только с рассуждением этом вы были. Чтобы были устроенные места, чтобы не было никаких там каких-то происшествий. Чтобы человек сам с рассуждением был, позволяет ему сегодня здоровье или нет, и его состояние. А так это свидетельствует всегда, что русский народ, он идет всегда за Христом. И не просто в Иорданской водной глади, где тепло всегда, а и даже в мороз. И поэтому восхищаются духом русским все люди и все народы. И говорят, какое бесстрашие и какой дух у русского народа. Так он как раз таки формируется из таких традиций. Потому что традиции, они воспитывают наш народ, начиная вот с такого возраста и возрастая. Поэтому бесстрашно мы идем за Христом и в лютый мороз. А поэтому бесстрашно мы терпим все скорби, которые на нас надвигаются. Мы искренне каемся своих прегрешениям. А если необходимо, бесстрашно идем защищать нашу Родину, наше Отечество, нашу веру православную. И поэтому каждый дорассудит. Если нет возможности, умойте лицо тогда. А если есть желание, то это добрая, хорошая традиция. И мы ее поддерживаем. Главное, чтобы вы с благоговением относились к этой воде, которую сегодня мы осветили. Чтобы ее не проливали просто так. Чтобы вы всегда пользуясь с ней натощак, омывали свое тело, больные места. И с верой, самое главное, с верой ее принимали. И тогда Господь всегда будет рядом с вами. Потому что вспомните кровоточивую, которая только подумала, что я вот краем ризы дотронусь до этого Бога-человека, исцелею, а до этого в 17 лет не могла исцелиться. И вот она с верой пришла, прикоснулась, даже не просила Господи, помолись обо мне, Господи, дай мне что-то силу. А с верой прикоснулась, и тут же Господь говорит, кто прикоснулся ко мне? Ибо я почувствовал силу, исходящую от меня. И она там в страхе пришла, поклонилась, говорит, я, Господи, раба Твоя. Иди, говорит, вера Твоя спасла Тебя. Поэтому всегда все действует. Принимайте святыни все, и особенно эту воду крещенскую, богоявленскую. Принимайте со трепетом, благоговением и с великой верой. Тогда она будет вам действительно помощница и укрепляющая наши духовные силы, чтобы пройти этот земной путь достойно, соединяться с Христом Богом нашим, с Пресвятой Богородицей и со всеми святыми. Храни вас Господь, помощи Божией. Еще раз с праздником, да хранит вас покров Божий на всех путях ваших и на всех делах ваших.